Всем привет! С вами Дмитрий, канал Ферингер ТОП и сегодня очередной выпуск про отзывы на печь для бани Ферингер. Я опять распечатал себе несколько отзывов на листок и начну с отзыва про печь Уют. Такой довольно-таки большой отзыв, но мне понравился. Продолжаю тестировать Уют. Вчера был, наверное, первый сеанс парения, когда уже начал понимать эту печь. Как ей управлять начал понимать точнее. И вот вчера впервые 3-4 парения получил от печи тот режим, который сам считал труднодостижимым идеалом. Режим, как в хорошей общественной бане, с мощным, мягким, равномерным, влажным жаром. Который после подачи и получения желаемого уровня влажности держится сам более-менее продолжительное время. Итак, из трех печей, что я тестировал в моей бане-бочке, конечно, с большим отрывом лидирует Уют. Легко могу получить 60 на 60, который висит и не уходит. Запас по парогенерации огромный. Пиф, мини-пифы, просто каменка. Все работает для меня идеально. Не залить, не просадить не получилось, доводя режимы до максимально приятных. Шикарная печка. Снова проверил горение с одной закладки, так как ждал гостя к вечеру. Да и памятая неторопливость этой печи, затопил неспешно утром и решил дождаться до полного прогорания первой закладки. 4 часа ровно. И в топке были еще красные угольки, которые с легкостью стартовали вторую закладку. Тут Ферингеру просто нет равных. Это космос. 4 часа не в рекламе, а в жизни. Это очень удобно. Запустил и ушел. Подложил и не думаешь. И при парении не надо вокруг нее прыгать и следить. Убавил слегка и паришься хоть 2 часа, ничего не меняется в парной. Держит 55-60 над полком, регулирует только влажность. Да, действительно, дыма нет из трубы, когда печь на режиме. Я сначала даже не понял, погасло что ли. На самом деле, многие отмечают, что печи для бани Ферингер не дымят. То есть, дыма из трубы практически нет. Это получается не у всех. Вот у меня, к примеру, в бане сложная система с кирпичным щитком, там кирпичной трубой, потом гильзой в трубе. И, возможно, это как-то влияет на вот эту дымность. У меня дым чаще всего из трубы есть. Но я вот тоже снимал видео в бане своих знакомых, где установили такую печь, и там не было дыма из трубы. То есть, она активно горит, но при этом дыма из трубы нет. Так получается у многих. Минут 40 прошло, смотрю в окно, на баню нет дыма. Заглянул, журчит пламя. Все окей, прикольно. В общем, впечатление самое положительное от этой печи. Лучи поддержки Ферингеру Артур Павловичу. Благодарность за отличное настроение от новой игрушки. И ощущение того, что нашел свой идеал. Но еще есть где порезвиться. Будем оттачивать мастерство парения дальше. Да, и еще она красивая. Ну, про печь Ферингер Уют я рассказывал в отдельном видео. Можете посмотреть. Печка для тех, кто топит из парной. Она не предназначена для установки через стену. Это именно для топки прямо из парилки. Эти все отзывы, они с форум хаоса. Ссылки я, как всегда, прикреплю в описании. Прочитав здесь про мини-пифы и посмотрев видео про них, решил сегодня в бане вспомнить про еще один режим. Давно им не пользовался. Точнее, сделал больше года назад. Попробовал и что-то забыл. У меня выход из пифа сделан через трехходовой кран. Один конец опущен вниз и используется для запарки веников. Им пользуюсь постоянно. А второй конец выведен обратно в каменку. Примерно посередине от верха. Сегодня парился и постоянно переключал. Пар с пифа через каменку очень отличается. Как если просто подать в каменку ковшиком. Значительно жестче. Под конец парения самое то. Да и открыл краник тонкой струйкой в пиф. И лежи, пар сам придет. Ну вот, что касается именно вывода пара в каменку. У меня тоже сделан с пиф профи такой вывод. Но я так, кстати, его не протестировал. Но суть в том, чтобы пар, уже достаточно хороший пар с пифа, пустить в горячие камни. Он пройдет через эти горячие камни. И еще дополнительно прогреется, просушится. Получится очень легкий перегретый пар. Этот принцип работает в пиф стандарт. То есть, там его не надо дополнительно ничего делать. Там есть переключатель, который выводит пар либо вверх, либо внутри каменки. Ну а с пиф профи, конечно, можно вывести пар в различных направлениях и использовать его по-разному. Далее. Сегодня провел первый тест-драйв в парилке с оптимой. С камнями, ламелями, водой. Но без термометров и гигрометров. Понадеялся на пирометр. Только потом допер, что температура воздуха и стен может отличаться. Покидал воды. Много пара. Висит клубами. Он вроде должен прозрачный быть. Показалось душновато от пара. Приток под печкой был открыт. Вытяжка работала. Но влаги действительно было много. Доски обшивки потолка немного сыроваты. Пиф и ниже между камней видно малиновые. После остановки горения еще покидал немного. Камни шипят. Сделаю полки. Буду дальше пробовать. Ну тут на лицо просто не прогрев камней. То есть, ну, видимый пар может получиться вообще в двух ситуациях. Либо у вас не прогрета баня. То есть, она просто холодная. И пар видно. Либо пар сам по себе сырой. Но тут, по всей видимости, пар был сырой. То есть, возможно, печь топилась там час. Еще не успели камни прогреться. И уже начали в нее кидать там. Пиф, он может раскалиться. Вокруг него камушки могут быть горячие. Но это не значит, что в самой каменке все камни прогрелись. Потому что они греются постепенно. Сначала нагревается тот, который ближе к этому красному металлу. Он постепенно передает энергию следующему камню. Тот еще следующему. И вот когда они все прогреются, это очень-очень долго. То есть, нельзя быстро разогреть камни. То есть, здесь вернее всего, что не прогрев камней. Второй раз. Извиняюсь, рука кнопку быстро нажала. Полностью согласен. Тоже не совсем был. Сначала доволен печкой. И мой запрос разместили на форуме. Но барыжить или что-то там умысла не было. Действительно, немного испугался. Ну, видимо, у человека была какая-то проблема с печью. Вернусь к печке. Тоже недоволен был температурой. Печь Optimal Amel. Не поленился. Перерыл весь форум. Задал вопросы на завод. Спасибо и Артур Павловичу, и Владимиру. Отвечали всегда. Надо просто научиться ей пользоваться. Теперь проблем с протопкой нет. И семья, и гости довольны всегда. Это печь действительно требует умного подхода. Но и отдает все с душой. Последний раз чуть проворонил. Температура под 70. Подал парку. Гости посыпались с полок. Так что еще раз не ленитесь. Переройте весь форум. На 99% ответы найдете. Ну, можно не только на форуме искать их. Ну, и видео на моем канале. Они тоже есть. Спасибо форумчанам. Пользуясь случаем. Узнал много полезного. Олег. Но вот печь, она действительно требует другого подхода. Это не обычная печь для бани. То есть ферингер, он отличается от других печей. И тут подход нужен немножко другой. Нужно понять, как пользоваться этой печью. И она будет приносить только положительные эмоции. Ну, вот, к примеру, как топить с одной закладки. Я опубликовал видео в прошлый раз. Можете посмотреть. Там есть рекомендации, как это делать. Ну, на этом сегодня с отзывами все. Пишите свои отзывы в комментариях к видео. Давайте ссылки на другие отзывы где-то в интернете. Делитесь информацией с другими людьми, которые только собираются покупать печь. Смотрят на ферингер и не знают, достойна эта печь или нет. Нам нужно собрать максимум информации по этим печам. Там положительные отзывы, негативные отзывы. Все, что есть, все нужно разбирать здесь. Ну, а пока всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...